Сегодня депутаты Густавета Чувашии собрались на очередную сессию. В повестке дня значилось 18 вопросов, среди которых оказались и спорные. Министр юстиции Надежда Прокопьева представила депутатам сразу несколько законопроектов, чтобы привести отдельные положения Конституции и Республики в соответствии с федеральным законодательством. По мнению министра, необходимо внести изменения в закон об образовании. Так, согласно новому федеральному закону об образовании в Российской Федерации, начальное профессиональное образование по образовательному уровню приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и не предусматривается как самостоятельный уровень профессионального образования. Закон об образовании в России обсуждали настолько широко и разносторонне, что в полуспоров забыли, как он выглядит в первоначальной редакции. Некоторые пытались возразить и представить все так, что теперь образование будет бесплатным только до 9 класса. Для разъяснений пригласили министра образования и молодежной политики Владимира Иванова. Принятым новым законом гарантировано бесплатное полное среднее образование, в том числе, Петр Степанович, что задавал вопрос, и среднепрофессиональное образование. То есть внутри среднепрофессионального образования заложена и ступень начального профессионального образования. Поэтому принятие нового закона Чувашской Республики будет соответствовать тем нормам и правилам нового закона образования Российской Федерации, который будет гарантировать нашим гражданам Чувашской Республики бесплатное полное среднее образование в рамках действующего законодательства. Поэтому я прошу вас поддержать. В прошлом году из Конституции убрали слово государство в отношении Чувашской Республики. Некоторых депутатов это возмутило, но эксперты объяснили, что все сделано по закону. Если мы объявим себя государством, остальные субъекты республики будут государствами, тогда Россия перестанет быть федеральным государством. Она превратится в конфедерацию. Начнется гибель России. Почему вот сейчас этот вопрос подняли? Это вопрос политический. Сегодня же депутаты рассмотрели законопроекта внесения изменений в бюджет республики. Напомним, Минфин предложил увеличить республиканскую казну на миллиард с лишним рублей. Дополнительные средства пойдут на социальные программы и развитие экономики. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.